Реклама. Бывает телевизионная, газетная, а бывает в виде листовки с изывным слоганом. В лучшем случае наклеенная на рекламном щите, в худшем подобный бумажный ворох можно увидеть на деревьях, столбах, подъездных дверях. В общем, в местах не предусмотрено для этого. Кто-то пройдет мимо и не заметит, а кто-то, возмустившись не на шутку, уже начал борьбу с рекламными налетчиками. Вы житель нашего города? Да, житель города, обычный человек. Так бы и ходил мимо обычный человек, если бы однажды на двери его подъезда не появился листок с рекламой. Решив разобраться, герой пошел дальше, объявив войну рекламному врагу. То есть просто подхожу и обрываю. Иду мимо, если я иду в магазин или по своим делам куда-то. После этого, ну так или иначе, прекращают или объемы сокращаются. Герой предпочел скрыть свое лицо. Зрители это напомнят киногероев, тайно борющихся за справедливость. Наш герой за славой не гонится, оставаясь скромным и знакомым, просто прохожим. Мне не нужно, скажем, приходя в магазин, чтобы меня воспринимали, что, о, как это тот самый там борец и так далее. Там в кавычках лебец, я за этим не стремлюсь. Висящие листовки курса английского приглашаем на работу, излечение от наркозависимости. Дело рук расклейщика. За его маской прячутся в большинстве своем студенты, школьники и пенсионеры. Стволы деревьев, столбы, заборы, двери, а именно это становится объектом их налетов, портится от клея и намертво приставшей бумаги. Но для расклейщика главное не это, а количество расклеенных листовок в сотнях штук. Люди объясняют тем, что мне сказали, мне дали деньги, меня остальное, в общем-то, касается мало, есть работодатель, мне сказал делать то-то и то-то, я делаю. Мне сказали клеить, я клею. Дело в том, что закон не разрешает размещать объявления, где вздумается, а только в специально выделенных местах. Это информационные щиты, доски, как общедоступные, бесплатные, так и коммерческие. Однако расклейщики, невзирая ни на что, делают свое липкое дело повсюду. Недостаточно у нас в городе информационных щитов, делая заключение наш собеседник. Срывая объявления в Королеве юбилейном около трех лет, он знает излюбленные места расклейщиков. Заснятые на камеру беспредел выкладывает во всемирную сеть интернет. Например, объявления одной фирмы, активно украшающей фасады зданий и заборов, были собраны и возвращены владельцу под дверь. Обычные прохожие, они смотрят как на шоу, на цирк. Кто-то говорит, что зря срываешь, люди старались, работали. И, естественно, расклейщики или люди, те, кто заказывал, они, естественно, против. Достаточно жестко реагируют. В стране наркотиков тоже это чья-то работа. Но криминальный, откровенно криминальный заработок. Поэтому, если кто-то решил зарабатывать тем, что уродовать стены, наверное, тоже это как-то неправильно. При встрече с расклейщиками наш борец проводит беседы, как он сам говорит, нудные. Расклейщики не скрывают возмущения. А там не написано, что нельзя отклеить. А незнание закона от ответственности не освобождает, вы знаете. Нет, я не знала, честно. Но возражая словесно-то, да? Нет, руками тоже. Конечно, это же их, можно сказать, хлеб-работа. Бумажную рекламу по популярности обгоняет интернет, ТВ, газетная реклама. Спрос на уличную расклейку остается. Хотя за листовками потребитель часто сталкивается с мошенничеством и недостатком информации. Дико, когда встречаются объявления, которые рекламируют, ну, предположим, там, выдачу паспорта ускоренную или устройство ребенка в детский садик. То есть, когда это рекламируется посредством мобильного телефона и наклеено на столбе, я не могу придумать для себя, ну, какую-то легальную организацию там или легальный путь, который мог бы таким образом вот рекламироваться. Мы решили опросить жителей и узнать, какую рекламу они предпочитают, как относятся к бумажному аналогу и борются ли с ним. Да, конечно, это ужасно, некрасиво и все, как-то считаете, то же самое, наверное, да? Удобно, когда если на подъезде везти, допустим, когда меня коснулось, мы искали квартиру, было очень удобно. А если везут такие ухоженные красивые здания, я считаю, что это нехорошо. Уверяю больше проверенным источникам. Если что-то интересует, смотрю через интернат. Ну, в принципе, отрицативно. Если не мешают, то хорошо. Сами кто-нибудь с ним борется? Нет, конечно. Нет, вижу, когда кто-то везет. Ты говорила, у нас есть специальные щиты, и считали специальные доски объявления. Ну, не убираю, но вдруг кому-то понадобится, честно. Сами срываете? Нет. Нет. Как я должна с этим бороться? Я же не буду ходить и срывать. Получается, мало кому нравится такой вид фирменного пиара. Но, проходя мимо, сорвать листовку отважится или не поленится, не каждый. В своем противодействии наш герой не одинок. Борьбу с макулатурой ведут и городские службы. Конечно, не в тех объемах, как хотелось бы. Их такое количество, этих раскресчиков, что, конечно, наши методы только снимать. У нас нет никакого неадминициативного ресурса. Конечно, тут помощь нашей полиции, особенно в предвыборной кампании нам помогали. Мы им говорили, где идут раскрески, они их там арестовали, административные дела делали. А наша борьба, особенно массово, сейчас начнется во время проведения субботников. У нас есть клуб городских сумасшедших, я так в кавычках. То есть, достаточно много людей, которые приходят на субботники, на самостийные субботники. Порядка 30 человек, которые мы через интернет организовываемся. Закон запрещает. Полиция накладывает штрафы. Срывают макулатуру сотрудники ЖКО. Кто-то, как наш герой, сам борется с расклейкой. Однако полностью справиться с этой проблемой никому не удается. Вопрос, возможно, частично решит увеличение доступных рекламных площадей в городе. Очевидно, что нужны перемены и в законодательной сфере, например, ужесточение санкций. А пока бумажный ворох вокруг продолжает висеть, украшая город очередными предложениями. Лучшие шубы только у нас.